the best channel как думаешь карлос кастанеда описывал правду про дона хуана но мне нет основания не верить ему мне очень нравятся книги карлоса кастанеды сложно сказать знаете дело в том что если изучать традицию наверное астральной левитации то я бы мог вам посоветовать посмотреть мой семинар который называется астральная левитация вторая часть и в этой астральной левитации которую я даю я объясняю на чем основаны знания карлоса кастанеды кто такой был дон хуан что вот это такое точки сборки как можно у себя это увидеть быстро и переместить потому что когда читаешь книги допустим карлоса кастанеды то огромное количество возникает таких вопросов на которые он к сожалению в своей книге не отвечает то есть ощущение всегда остается да он объясняет и даже рассказывает по словам дона хуана как это выглядит допустим история о точке сборки история о строении энергетического кокона ну и много там вот этих моментов всяких история по смещению центра или центра восприятия и после этого он дон хуан дает рекомендацию он рассказывает но сам карлос кастанеда он не объясняет подробности и не объясняет тактильные практики этого всего то есть ты вот что зачем то есть было бы вот очень правильно если бы он говорил следующим образом я лег после этого у меня расслабились там конечно я провел аут тренинг то есть я начал считать там или наоборот я начал сосредотачиваться на этом или я там вот это дело после этого я мне показалось что вот это произошло я отключился подключился после этого яркое ощущение вот этого то есть вот это чуть-чуть пропущена я понимаю его потому что он не ставил своей задачей обучать людей в этой книге он ее старался сделать так чтобы это было просто истории которая не нагружает людей ну а люди которые немного нырнули уже в эту тему они ищут там возможности но на самом деле скорее всего сам карлос кастанеды не ставил задачу обучать с помощью книги это было просто его история жизни ему не хотелось кого-то отдельно обучать и ченнелингу или астральной левитации тогда а так в общем то я не возражаю мне очень вернее мне нравится я вообще поклонник всевозможной эзотерической литературы очень много читаю и могу вам если хотите показать свою библиотеку с этими книгами этих книг очень много причем они на разных языках есть я с удовольствием читаю на разных языках носителем являюсь нескольких языков и конечно глядя допустим на новые выходы книг на старые у меня есть постоянно книги которые мне нравятся допустим там допустим там какая-нибудь там практическая магия папюса или там открытие третьего глаза сахарова но мне есть книги там от ну всех кого только можно даже три хлебова знаете то есть мне всегда это интересовало интересно мнение другого человека я когда это читают у меня нет такого состояния что я буду говорить что нет это неправда почему вы знаете в этом мире тот человек который скажет нет это неправда и в этом ничего нет будет первым кто сделает ошибку я считаю для себя уважительно отношусь к абсолютно любой информации уважительно отношусь к любой противоречивой информации почему я не за не против просто когда я читаю я понимаю что теперь я это тоже знаю ну и этого достаточно просто иногда так бывает допустим люди описывают там описание допустим мира людей атлантов у атлантов были принцы были принцессы они жили они там это у них было и то но это все воспринимается человеком читающим как информация которую он воспринимал в школе своей как информацию которую он получал при изучении истории но и в этом случае человек немного запутывается потому что история которая у нас преподавалась в школе она у нас точно и считается наукой то есть это было так там были половцы доказательства вот картинки изображения с того времени наконечники и так далее или допустим были там великой отечественной войны ракосовский доказательства вот он существовал его год рождения была великой отечественной конечно есть истории которые там не так или иносказительно или еще как-то как бы искажают со временем делают это принципиально с какой-то задачу индивидуальные там какие-то страны или какие-то люди но вот когда мы к этой истории относимся томат не должна относиться как науки а когда мы читаем вот такую литературу которая требует от нас требует от нас досконального доверия то нужно перед этим произносить несколько раз себе слова что это всего лишь гипотеза что это гипотеза существования atlantis это гипотеза там появление чего то с и поте за почему но это гипотетическая то есть там у них были короли одну звали так одну звали это кто сказал ченнелинг италь она сказала там она сказала там еще кому то но она ченнелинг это может быть галлюцинация наведенные галлюцинация это может быть фантазии человека и так далее мы же у нас и сознание творческое мы можем в обычном состоянии в необычном состоянии можем много себе придумать особенно если ты девочка то есть там недавно я смотрел как одна женщина говорит другой женщина дуэка он маку на тарелочки летает и так далее ну что только не покажется женщине знаете в тот момент когда она закрытыми глазами смотрит там куда-то но это конечно всегда очень смешно знаете обычно смотрю на этих людей не доказать не опровергнуть невозможно смотришь на людей там одни в ю тубе там записали видео обо мне это видео там он говорит у дуйко харизматичная душа и этой душа там чакра закрыта это душа она там нет никаких подселений но это душа она впервые здесь рождена и так далее ну и здесь такой вопрос как воспринимать эту информацию она доказательна если доказать то как доказать или опровергать как как опровергнуть то есть ну на что нужно опираться ну хорошо такая душа но почему нужно в это верить или там женщина говорит аман там летает там поставил серебряную пластину почему кто может это доказать или опровергнуть то есть вот верь мне и тотально верь потому что я решила что я вижу это в виде галлюцинации но я понимаю что там два человека размещенные в разных комнатах видят одни и те же картинки которые касаются какого-то одного определенного человека после этого сравнили между собой и там из этой всей информации 20 процентов этой информации она между собой подтверждается но вот тогда можно было бы сказать что если эта информация даже у двух людей подтверждается то тогда эта информация может быть точной или вероятнее всего с небольшим отклонением в сторону точности ну и так далее а когда там вот я придумал я так сказал не доказать не опровергнуть не что-то сделать смотришь на этих там он он плохой но почему он плохой ну потому что я так решил потому что так нельзя ну молодец а кто хорош и тогда ну ну